Во-первых, хотела сказать всем привет, всем точнее доброго вечера. Мы выбрали такую интересную тему для обсуждения. Начну с понедельника. И как страхи и различные ограничивающие убеждения мешают нам жить. Мы бы хотели попросить вас записывать вопросы, можно их также скидывать в чат, если вдруг они у вас возникли в процессе нашего доклада коротенького. И потом мы вместе их обсудим. Тогда, я думаю, следует уже начать. Вообще, я думаю, человеку свойственно строить планы и мечтать о красивой жизни. Каждому хочется быть успешным, иметь высокооплачиваемую работу, большой дом, крутую машину, отдыхать на Бали, может быть, даже работать. Однако не все добиваются своих желаний. Часто можно услышать от людей жалобы на свою жизнь, кучу отговорок, чтобы ничего не делать. Большую роль восприятия себя и мира играет ограничивающие убеждения. Что это вообще такое? Что это за ограничивающие убеждения? Это определенные установки, которые основываются на жизненном опыте, полученных знаниях и культуре восприятия. Они формируют мировоззрение человека, его понятие о том, что хорошо, что плохо, что верно, что неверно. Чем больше человек живет и получает жизненный опыт, тем устойчивее становится система его взглядов. Она регулирует его поступки, его действия, его отношения к людям и к окружающему миру. Убеждения создают собственную картину мира. И в отличие от других механизмов восприятия и интерпретации реальности, убеждения характеризуются устойчивостью. В силу своей глубины и значимости для человека, они могут выступать основой мотивации. Но далеко не все убеждения мотивируют на успех. Чтобы понять, как ограничивающее убеждение влияет на нашу жизнь, достаточно представить трафарет. У вас зародилась идея, и вы вырезали ее в трафарете. Через него вы теперь смотрите на мир и видите повсюду только подтверждение этой идеи. Чем дальше и дольше вы используете трафарет, тем сильнее вы убеждаетесь в том, что другие варианты просто невозможны. В результате идея становится убеждением, в который вы твердо верите. И вот вы уже готовы спорить со всеми в мире несогласными. Ограничивающие убеждения — это такие убеждения, которые мешают людям достичь своих целей. Они не обязательно должны быть настоящими, но они затрудняют достижение того, чего человек действительно хочет. Ограничивающие убеждения создают в людях своеобразные блоки, когда дело доходит до осуществления их мечты. Это негативные идеи, которые не обязательно должны быть правдой, но сам человек считает их таковыми и действует соответственно. Проблема ограничивающих убеждений в том, что они ограничивают жизнь человека, мешают ему расти как личность и достигают тех вещей, которые его волнуют. По этой причине также важно изменять ограничивающие убеждения, чтобы укрепить его. Приведем примеры ограничивающих убеждений. Допустим, вера в то, что любовь живет три года, не позволяет построить долгосрочные отношения. Убеждения, связанные с личными финансами, мешают выйти на новый уровень и стремиться зарабатывать больше. Так все-таки, как мы можем определить ограничивающие убеждения? Это не очень просто, и у ограничивающих убеждений есть разные виды, и здесь на слайде я привела основные из них и также несколько простых примеров вам расскажу. Первое ограничивающее убеждение называется убеждение возможности. Это ограничивающее убеждение связано с тем, чего можно достичь, но которое защищает себя от невозможности этого достичь. Часто можно услышать, когда человек говорит, они взялись за это, но для меня это, например, невозможно в настоящее время. Я сейчас с этим не справлюсь. Это ограничивающее убеждение возможностям. Есть также второй тип – способность. Здесь ценится способность других достигать чего-то, но когда речь идет о самом себе, этот же вариант отрицается. Например, некоторые люди говорят, вот как же умудряются люди копить, откладывать денежку каждый месяц? У меня это совершенно невозможно, я такой транжира, совсем-совсем не получается. Это ограничивающее убеждение способности. И последнее – убеждение заслуживающей. Этот тип ограничивающих убеждений – один из самых распространенных в целом. И дело в том, что человек начинает бойкотировать себя, чтобы чего-то не получить. То есть считает, что он чего-то недостоин, и что если он не страдает или не жертвует чем-то, то он и не заслуживает этого. Ну, как пример можно привести, когда человек говорит, «Я не заслуживаю того, чтобы покупать эту машину, ведь я не копил на нее, мне просто повезло, что я выиграл ее в лотерею». И есть убеждения, которые могут возникнуть из опыта, который был идентифицирован как что-то отрицательное, и потом просто начал распространяться на другие виды аспектов. Такие ограничивающие убеждения называются отрицательными. Мозг считает типы негативных и ограничивающих убеждений действительными, потому что если мы считаем, что не можем что-то сделать, то это уже предрасполагает нас к тому, чтобы этого и не достигнуть. Вот еще несколько примеров. Сегодня невозможно найти работу, к тому же, если бы я ее нашел, мне бы заплатили очень мало. Я никогда не найду партнера, так что я бы даже не пытался. Мне всегда говорили, что я неуклюжий. Я действительно бесполезен. Убеждения делятся на адаптивные и дезадаптивные, ограничивающие. Адаптивные мысли помогают адекватно среагировать на ситуацию и приспособиться к ней. Дезадаптивные, наоборот, мешают развитию. Адаптивные убеждения – это те, что мы можем изменить в нужную для себя сторону. Например, установка «у меня не получится», можно перестроить в «если я приложу усилия, то я все смогу». Вот этот подход и правда поможет вам реализоваться и двигаться дальше. Но, к сожалению, ошибочно может казаться именно то, что именно ограничивающие убеждения побеждают человека вообще что-то делать. То есть я ничего не знаю, не умею, пойду учиться. Здесь есть очень тонкая грань. Подобные негативные установки – это как отравленное топливо. То есть мы поедем вперед, но по пути оно разрушит наш такой поезд. И да, мы начнем учиться, но наш внутренний критик всегда будет обесценивать наши усилия и просто не даст почувствовать радость от полученного результата. Так что двигаться вперед лучше на более таком экологичном топливе в виде ценностей, интереса, самоуважения. Например, я иду учиться, чтобы это было важно для меня. Отсадить свои ограничивающие убеждения… Можно, пожалуйста, на предыдущий слайд? Спасибо. Рано. Отсадить свои ограничивающие убеждения не так просто. Можно представить домик, он, кстати, изображен. И наши глубинные убеждения, как адаптивные, так и ограничивающие, это фундамент, и подобраться к нему довольно тяжело. Правила жизни, которые появляются с годами, которые уже устоявшиеся – это наши стены. А автоматические мысли – это крыша, которая скрывает все под собой. И сперва нужно научиться, или стоит научиться, отслеживать именно поток автоматических мыслей. Сделать это достаточно легко. Они всегда окружатся в нашей голове. И, например, если мы смотрим видеоурок, с одной стороны, наш мозг, конечно, воспринимает информацию, анализирует ее, но с другой стороны, фоном то и дело подбрасываются такие мысли, как, например, я бестолковый, я никогда в этом не разберусь, мне уже поздно начинать. И поймав автоматическую мысль за ниточку, мы сможем распутать вообще весь кубок и как раз дойти до наших глубинных убеждений. Ограничивающие убеждения можно определить по словам-маркерам. Например, я должен, никогда, невозможно, неправильно, не получится. Это такие сверхобобщения, стальные конструкции в нашем мышлении. Мы с девчонками подготовили несколько кейсов ограничивающих убеждений. Попробуем разобраться, откуда они берутся и что мы можем с ними делать. Первый кейс связан с известным синдромом самозванца. Мы уже проводили метапчик, краски на эту тему. Поэтому, кто не был, может посмотреть у нас на канале на ютубе. Так вот, синдром самозванца. Это тогда, когда человек считает, что он чего-то недостоин, считает, что когда-нибудь все то, что он делает, раскроется, все поймут, что человек ничего не умеет. И откуда же все-таки берется этот синдром? На самом деле это вообще такой замкнутый круг, когда человек сталкивается с какой-то, например, ответственной задачей по работе, его начинает сносить лавиной мысли. Человек считает, о боже, я ничего не знаю, руководство мне ошиблось, я же вообще ничего не умею. И далее, как правило, события разворачиваются по одному из двух сценариев. Либо человек прокрастинирует и в последний момент аккумулирует все силы, и либо второй сценарий начинает очень интенсивную и избыточную подготовку прям сразу, лишь бы сделать все наилучшим образом. И оба эти пути, они опасны, потому что они только больше укрепляют облиничивающие убеждения человека о себе. И после очередного успеха такой вот самозванец, он себя не похвалит. Он, наоборот, будет считать себя обманщиком, думать, что пронесло, меня не уволили, а ведь все потому, что я начал готовиться сильно заранее, но сам по себе я ничего не знаю и ничего не умею. Что с этим можно делать? Синдром самозванца очень хорошо описан и с ним успешно работают через мысли и поведение. Может помочь техника так называемого когнитивного разделения. Не говорите «у меня не получится», постарайтесь это убеждение переформулировать. И вместо «у меня не получится» сказать «у меня есть мысль, что у меня не получится, но я ведь много раз это делал, а значит, я смогу справиться и сейчас». При синдроме самозванца важно не катастрофизировать негативные последствия, а уметь вовремя вернуться в реальный мир и адекватно смотреть на прошлый опыт. Мне кажется, что если я попрошу вас вспомнить, когда в последний раз начальство разносило вас в пух и прах за то, что вы там что-то сделали не так, ругалось на вас, скорее всего, ответ будет отрицательным. Давайте разберем следующий кейс. «Деньги меня не любят, и мне никогда не заработать много». Откуда берется такой опыт? Подобные убеждения обусловлены культурным контекстом в общем и также историей каждой семьи в частности. Люди, которым сегодня за 50, это могут быть наши родители, друзья, бабушки, дедушки, кто стал свидетелем различных катаклизмов. Они копили, они теряли, они строили капитал, а потом деньги резко обесценивались. В культуре нашей страны, в принципе, нет старых денег. Попробуйте сформулировать одно единственное послание о деньгах от родных. Я думаю, многие из вас вспомнят такую фразу, как «если вдруг привалило, потрать все, а то потом ничего не останется». Что делать с такими убеждениями? Во-первых, опыт наших родителей и правда повлиял на нас. Это нужно принять. А затем нужно осознать, что у родителей была своя жизнь, свое время, свои условия. А у нас все новое, свое собственное и уникальное. Тащить за собой чужие убеждения – это как хранить чемодан без ручек, передавать его из поколения в поколение и делать вид, что он чего-то стоит. Деньги влияют на нашу жизнь, и с этим действительно не поспоришь. Попробуйте построить с ними дружеские отношения. Уверенно называйте цену за свою работу. Изучайте финансовую грамотность. Также внедряйте полезные финансовые привычки. Все это поможет вам гораздо больше, чем фраза «деньги меня не любят». Но как же все-таки можно избавиться от ограничивающих убеждений? Я вам расскажу про пять способов. Их, конечно, больше, но самые такие, как сказать, везде постоянно повторяющиеся – их всего пять. Но будьте готовы к тому, что вообще не получится просто взять и отбросить убеждения, а начать завтрашний день с какого-то чистого листа – это достаточно длинный и трудоемкий процесс. Первый способ – это нужно просто расширить убеждение. Казалось бы, просто, но не просто. Согласна. Например, вы вообще ярый перфекционист, который считает, что любое дело нужно делать безупречно. И чтобы посмотреть на это убеждение под некоторым таким другим углом, вообще начните мыть каждую чашку, тарелку, ложку по три раза на протяжении всего дня. Или займитесь любым другим небольшим делом и доведите его до идеала. А затем просто проанализируйте свои действия и результат. И действительно ли вообще все дела нужно делать настолько безупречно. Второй способ – это определить, что стоит за убеждением. Практически за каждым нашим убеждением стоит определенный страх. Например, я должен идеально выполнять работу. За этой установкой стоит определенный страх, если я допущу ошибку в работе и не доведу задачу до идеала, то меня уволят. Теперь подумайте, как бы вы выстроили свою работу, если бы не боялись, что можете потерять должность. Запишите варианты и попробуйте к ним прислушаться. Третий способ – это выписать выгоды от ограничивающего убеждения. Например, перфекционизм мотивирует вас постоянно развиваться, но при этом сильно выматывает, ведь вы недовольны своим результатом и постоянно, прям постоянно хотите улучшить его. Подумайте, как вам развиваться так, чтобы не выбиваться из сил. Что еще может, например, мотивировать? Четвертый способ – это уменьшить влияние от убеждений. Например, можно проанализировать распространенное убеждение «я должен быть лучше всех». Подумайте, всегда ли вообще во всех ситуациях нужно доказывать свое превосходство? Возможно, быть интереснее или веселее всех поможет заменить или уменьшить данное стремление. И пятый способ – перефразируйте установку. Например, «я недостаточно умен, чтобы работать в крупной международной компании». Можно перефразировать таким образом. На какие навыки мне необходимо прокачать, чтобы работать в крупной международной компании? Давайте немножечко подведем итоги того, что мы сказали. Собственно, ограничивающее убеждение – это то, что мешает нам добиваться поставленных целей и уверенно идти к успеху, к каким-то своим мечтам. И как справедливо отпечатал Аня в самом начале, мы будто смотрим на жизнь через такой трафаретик, который очень сильно затрудняет нам движение к целям и не дает смотреть шире, чем этот трафарет есть. Ограничивающие убеждения бывают разные. Они распространяются на отношении человека к карьере, деньгам, к личной жизни. Если вы частенько замечаете за собой такие слова-маркеры, как «никогда», «невозможно», скорее всего, вы тоже заложник такого типа убеждений. И что самое приятное, с ограничивающими убеждениями действительно можно работать. Но поскольку они довольно глубоко засели у нас в подкорке, это такой времезатратный процесс, но вполне возможный. Попробуйте перестраивать свои ограничивающие убеждения и изменять их в нужную для вас сторону. Хорошо. И давайте представим, что окей, мы разобрались со своими ограничивающими убеждениями, и что делать, чтобы не сформировались новые. А на самом деле делать-то ничего и не нужно, потому что задача психологии как инструмента не в том, чтобы убрать все раздражители, потому что это просто невозможно, а в том, чтобы научиться иначе реагировать на эти же самые раздражители. Потому что жизнь, она очень разнообразная, и всегда будут появляться какие-то сложности, вызовы, с которыми придется справляться. И это абсолютно нормально, нужно просто правильно уметь на это реагировать. Спасибо большое за внимание. Это конец нашего выступления. И мы будем очень рады ответить на ваши вопросы, если они у вас появились. Вот так вот борешься, борешься с предубеждениями родителей о том, что если деньги есть, надо тратить, покупать, вкладывать в недвижимость или еще что-то. Тут приходят, у всех инвестиций, хоп, и нету половины. Говоришь, родители были правы. Это несколько не относится к метапу, это больше, короче, про инвест-стратегии. Я не хочу туда вывести, да, я не хочу туда вывести, просто зачастую я сформулирую, что я сейчас хотел сказать. Зачастую, когда стараешься уйти от этих предупреждений, тебя, ну, иной раз очень сильно наказывает за это, бьет так, что ты только еще раз убеждаешься, что оно правильное. Ты знаешь, Коль, я с тобой не соглашусь, потому что нельзя говорить, что это бьет и наказывает. Это то, что ты просто не подготовился. Может быть, это какой-то урок, который тебе стоит самому пройти, не опираясь на опыт родителей. Два человека говорили, я бы обоих хотел услышать, только они одновременно говорили. Как-то надо, наверное, это... Давай, для шоколадков первый скажешь. Ну, может быть, короче, это не предупреждение, а просто логика. Предупреждение – это скорее то, что лежит в основе того, что ты считаешь своей повседневной логикой. То есть это те предпосылки, на которые ты опираешься, принимая каждодневное решение, и это ты называешь логикой. И поэтому то, что, например, логично для тебя и является твоим убеждением, неважно, родители ли это заложили или это твой опыт, так сказался, тем не менее, мы считаем это нормальным. Для другого человека в такой же ситуации это будет совсем нелогично, неприемлемо, из-за этого могут какие-то миссандестендинг возникнуть, когда мы не можем понять, а ты почему так сделал, почему ты вообще так подумал, какие посылки лежат в основе твоей логики. Нам же всем кажется, что мы страшно логичные, вот в чем прикол-то. Только наша логика друг друга нам зачастую непонятна. И уметь ее объяснять и простраивать – это здорово. И в том числе видеть, что в основе наших решений зачастую оказываются вот такие ограничивающие убеждения, уметь их отлавливать и оценивать. То есть, к примеру, тот сейчас, который Коля привел пример, это то, где это убеждение могло бы в данной ситуации что-то сохранить и приумножить. А в другой ситуации, вот о чем Ирина говорила, что меняется контекст ситуации, никогда одна ситуация не будет копией другой, что-то поменяется, какие-то факторы добавятся, что-то уйдет. И мы поменялись, и наш бэкграунд изменился с опытом, и та ситуация, которая кажется похожей, мы уже другие. И каждый раз все течет, все меняется. И мы не можем взять и скопировать, получить тот же результат или ожидать, на самом деле, получения того же результата. Но бывает, мы так действуем и удивляемся потом, что что-то пошло не так. Поэтому я согласна, что отлавливать в своей логике повседневное ограничивающее убеждение просто необходимо. А вот принимать ли меры относительно них, вот это важно оценивать самостоятельно. То есть подходить к этому вопросу критически. Мешает ли мне на самом деле прямо сейчас в данных обстоятельствах вот это ограничивающее убеждение? Я его вижу, я его зафиксировал, я произнес слово «невозможно». Я почему-то подумал, что нет вариантов, но я, не знаю, обратился за экспертизой к другому специалисту, я что-то узнал новое, и вот уже это невозможно, может переформулироваться в какие-то варианты. Поэтому следить за ними надо, а вот предпринимать ли какие-то действия, ну, опционально. Надо анализировать все самостоятельно. Вот такой у меня, наверное, поинт относительно логики. Да, и дополнение там. Пока возьму паузу на то, чтобы сформулировать хорошо. Я просто потом вопрос задам. Там Глеб, он еще что-то говорил. Лёс, произнесешь что-нибудь, ты говорил? Я, Коль, тебе просто говорил, что ты говоришь о том, что вот там жизнь бьет по рукам и так далее. Это, наверное, просто не жизнь бьет по рукам, а ты просто сильно переоценил свои силы и не подготовился к каким-то моментам. Так сказать, стресс-тест не прошел. Дополню, вот это бьет и наказывает, короче, это очень нехорошо звучит и, как бы, видимо, отношение такое, что жизнь должна бить и наказывать. Ну, не совсем хорошая история. Вот смотрите, мы сейчас делаем... Я еще один пример приведу для понимания. Давай, Алла, я сформулирую. Тоже яркий пример. Вот смотри, у меня было там типа 17 лет безаварийной езды или там 18, не помню. Но я как перфекционист описываюсь. Это произошло лет 8 назад, в 12-м году, даже больше, 10 лет назад. На тот момент уже был опыт вождения большой. Но я всегда парковался задом, то есть, чтобы выезжать носом. Есть люди, которые так паркуются, есть так. Но дело в том, что в какой-то момент сильно торопился. Там была ситуация такая, что надо было приехать. Выезжать можно было медленно потом. Но я сильно опаздывал и запарковался носом. А при этом очень доторжно всегда парковался спиной. Но тем более тогда плотность движения была не такая, как сейчас. Сейчас даже немного это глупо выглядит. И там чуть ли не это был не первый раз, не второй. Я попадаю, выезжаю, попадаю в аварию. Камер тогда в практике еще не существовало. И подпираю, упираюсь в машину задом. И я как бы анализирую это. Я понимаю, что да, я перестроился, повел себя по-новому. Но дело в том, что я опыта не имею делать по-другому. А делаю по первому нарративу, у меня уже какой-то есть опыт, есть умение. Я хорошо ориентируюсь в этой ситуации. Наверное, вот здесь такой момент. Интересный на самом деле кейс. Но вот возвращаясь к вопросу, который, коль, ты поднимал чуть раньше. Вот смотрите, вы когда произносите что-то категоричное, что-то звучит жестко. Так говорить неверно. Эти убеждения тоже некоторая ваша установка, ваша логика, ваш подход. И когда мы пытаемся его экстраполировать на чужое сознание и чужую речь, может получиться не здорово. Потому что когда Коля формулирует это, может быть, для Коля это и не жестко. А мы такие, это очень категоричное заявление, но оно для нас категоричное. И вот про эту призму и изменение, трансформацию смысла мы никогда не должны забывать. И оценочное суждение к суждениям другого человека – это очень зыбкая почва. Вот. И поэтому первое, главное, основное – это всегда сходиться в терминах, о чём мы говорим. Что для вас ограничивающее убеждение? Девчонки сегодня попытались накидать вам как можно больше примеров, чтобы вы могли наложить это на себя и поискать. Потому что их очень-очень много. И, конечно, всё не влезло в презентацию получасовую. Это просто невозможно. Ограничивающих убеждений – это только видов пять. А внутри-то ещё куча всего. И вот такие убеждения, которые могут звучать, там, нельзя говорить жёстко. В корпоративе такое недопустимо. Вот это то, что не позволяет нам посмотреть на логику, на самом деле, другого человека. Вот я вот именно на этом хотела сделать акцент, чтобы у нас не получился просто холивар обсуждения, а звучит ли это жёстко. А ограничивающее ли это убеждение Коли, или это мы его так понимаем? И поэтому эта штука очень индивидуальна. Здесь, наверное, неправильно же думать о том, что мы убеждения поменять можем. Нам не надо их менять. Они же у нас не просто так. Они когда-то нам помогли и нас спасли. Другое дело, что иногда ситуация меняется, и, возможно, стоит добавить новые. Юль, в том-то и дело, чтобы оценить, это вот нас ограничивает как-то в данный момент или нет вообще. Вот. Ну и как бы тут такая ещё история про мышление, наверное, будет. Как только в голове начинают возникать слова «всё», «все», «либо никто», «никак», «никогда», вот тогда существует серьёзный повод задуматься о том, что что-то идёт не так. Ну, здесь-то, наверное, нет, вот про ключевые слова какие-то это и право. Здесь я про то, что задуматься, определить, помогает или не помогает, ограничивает или не ограничивает, действительно это невозможно. И тут можно только подходить всегда, достаточно часто к тому, что происходит. Да, я что-то думаю, я что-то знаю по этому поводу, а есть ли альтернатива? То есть если всегда рассматривать альтернативу, тогда можно расширить свои убеждения. Тогда убеждения могут, в принципе, перестать быть ограничивающими. Действительно, просто в каком контексте мы рассматривали как раз ограничивающие убеждения? Мы будто бы смотрим на мир только сквозь свой трафарет, который уже помогал нам на протяжении долгого времени. Но смотрим-то мы на разные места. И в зависимости от места времени, периодически, возможно, нужно где-то ещё один угол, так сказать, прорезать, чтобы увидеть, да, что там где-то солнце и где-то светло и тепло. Вот, поэтому понятное дело, что да, нас многие, наши убеждения действительно спасали. И в большинстве своём мы учимся на своём опыте. Но всё же периодически нужно, да, действительно, искать какую-то альтернативу и периодически просто посмотреть в какую-то другую сторону и посмотреть, действительно ли стоит сейчас оставаться в своих, так сказать, границах. Вот. Это, скорее, знаете, работа над собой, саморефлексия. Готов ли ты двигаться? Или всё-таки считаешь, что у тебя на данном этапе нет ещё сил и желания, чтобы куда-то дальше идти? Вот это, наверное, прям правильное замечание, потому что всё, что... Для чего нам механизмы все эти нужны, убеждения, они нам экономят энергию. Мне не надо думать каждый раз, потому что у меня уже есть рецепт. Если я каждый раз буду подходить к тому, что у меня нет рецепта и мне нужно выбрать из кучи рецептов, тогда да, это сильно затратно. Как раз с нуля. Да. Вот это поинт о том, что если у меня достаточный ресурс, чтобы посмотреть на ситуацию заново, на конкретную. Если у меня нет ресурсов, то да, тогда вопрос, ну, скажем так, где взять этот ресурс, если ситуация достаточно критичная, ну или просто, да, даже не задумываться, жить по накатанной. Юль, можно дополнить? Вопрос в данном случае стоит в количестве, короче, потерь. Если потери невелики, можно делать по накатанной. Если потери там или риски, или ещё что-то, или прибыль высока, то тогда каждый раз надо думать, хочешь, не хочешь. Ну, вот да, ты последнее тоже правильно заметил, не только риски велики, но и выигрыш может быть велик. Ну, одно из самых распространённых, тоже ограничивающих убеждений в том, что если я, например, не имею плана на будущее, там, поднебесного, какой-то долгоиграющей цели, то всё, я плохой. Мы такое часто встречаем. И иногда бывает, на это просто не хватает ресурса, и это нормально. И вот принять, что это нормально, это тоже одно из самых ограничивающих убеждений, когда у всех есть план, а у меня почему-то плана нет. У всех есть какая-то супер-пупер далеко играющая цель, а у меня такой цели почему-то не сформировалась. Я что, хуже всех? И такое тоже может мешать вам и простраивать карьеру в будущем, и вообще об этом задумываться. Ну, техники работы с убеждениями, там вообще всё сложно, потому что их отрефлексировать очень тяжело, в какой момент действительно включается этот автоматизм, а самое главное, как убедить себя его не включать. Ну, вот этот автоматизм очень здорово помогает. Вот я пример же с машины привёл из-за чего? Что здесь отработано, может даже сложнее было делать, но это наработано привычно. Сделал по-непривычному, попал в неприятную ситуацию. На тот момент она была неприятной. Но с другой стороны, я обратил внимание, что если ты начинаешь чаще пробовать по-новому, то при каждой попытке сделать что-то по-другому, проверить, они получаются более успешны из разных сфер. Ну, и самое важное, то, что ты сказал, контекст имеет значение. Скажем так, свои установки по тому, как я веду себя условно на дороге или инвестируя деньги, экстраполировать, например, на отношения в коллективе не всегда правильно. Юра, с моей точки зрения, это вообще вещи не пересекающиеся. Maybe we opened a wide topic, you know, we didn't touch so far what is IT company you know, doing to resolve situations like this. And this is where you have a manager and IT developers by default are not alone. You know, these things that are limiting are the same in junior school, high school. You have a set of people with personal limitations. It can be nationality as a limiting factor, it can be language as a limiting factor, it can be lack of money, clothes, looks cheap, kids don't like you. So that goes in the direction of what you cannot affect your kid, you cannot change it. So then people grow up and start working and then if you are lucky enough to get to IT company then you have a guide, you have somebody who is doing that job for you. Maybe he's not doing nicely so you don't like that person or he's doing it maybe too good so maybe you think that's too good and actually it's a normal thing. When you're a teacher in a school nobody says thank you when you're a manager in IT company do your job good. Also nobody will say thank you. Personally when you're one person you cannot help yourself you need a guide you need a mentor you need a life coach you need a psychologist different people have different needs. I hope I'm on the topic high again. Yeah it is a great question because maybe manager is not a silver pill but because he's also a human being but really it is a good cause you need to find someone who is different who is not you like I'm a developer I need to find a manager I'm a manager I need to find a developer or I need to find I don't know accountant or maybe English who has another experience and another point of view and maybe try to learn something but again only one person will learn something the goal of a manager is that whole team gets a benefit so it's a different how you react because some of them have the same issues you go back to childhood and what people are and you're resolving the same issues that's what's manager job when you change and meet a lot of developers you see common things same with students and teachers and it's the same playground kids school and IT team is the same thing same psychology question I hope I'm explaining really are you talking about like group behavior and it looks like next level it's too complicated let's start with the basic some personal like issues because group behavior is yes it's so interesting but it's yes it's more complicated no 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 it's not it's the same limitations Allah was talking about deep down it's the same thing the same people have same issues all the time in school in job in faculty in life it's the same thing Allah I'm sorry you need to back me up on this I'm not talking from my head Allah do you hear me anybody I hear you yeah I'm sorry yeah on the yeah yeah on the group it's also yes it's interesting if you watch after the group you will see like some patterns of behaves yes yes it's obvious you know when you it is why manager looks like a person for whom is easy to catch something wrong and see the way to fix it not all teachers are the same not all developers are the same we are talking about the goal the goal is to help the developer and resolve some issue maybe you resolve some issue maybe you resolve some issue that is little or maybe in the end you just close the project and that was your job to do so you know it doesn't need to be very complex and the issues that people have are not complex they're simple same you know all the time they don't change people don't change but it's great we need to be open for the other people's ideas and other stuff guys and problems of course может быть у кого-нибудь еще есть мнение, которым он хотел бы поделиться? на самом деле топик такой очень неоднозначный в плане того, что он очень индивидуальный каждый видит совершенно по-разному в принципе различные ограничения поэтому я думаю, что точек зрения примерно столько же, сколько людей сегодня у нас присутствует на битапе вот вот повод посидеть, подумать и разобрать, что у тебя из мысли в голове и поймать те самые, которые являются витающими рядом и ограничивают тебя не 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 Игорь смысл в том, чтобы ловить это, блин, на подлете что-то уже летает можно ловить, корректировать да а новое ловить ну на подлете, конечно это классное упражнение просто задуматься и на самом деле да, возможно можно собраться и потом посмотреть и убедиться да составить список например убеждений которые мешают профессиональному росту если мы такое забрейнштормим то прикольно да вот что вот все все негативное тебя ограничивается все, что тебя заставляет учиться или смотреть что-то сделать выводы это это то, что тебя не ограничивает я очень нравится вот эта фраза которая приписывается Манделе но не знаю, кто ее сказал I never lose or I either win or learn вот мне кажется там потерял ты свои там допустим сбережения там что-то случилось ты можешь там посыпать голову пеплом разорвать одежду и плакать а можешь сделать какие-то выводы и вот мне кажется либо ты себя негативным каким-то ограничиваешь либо ты делаешь какие-то не знаю, выводы и идешь дальше то есть на мой взгляд я бы свел иногда ограничивающее заставляет тебя учиться я слишком по сравнению с остальными вперед погнали учиться это ограничивающая вещь но она тебя заставляет а ты не достигнешь если у тебя это ограничивающее убеждение перейдет именно вот то, о чем девочки говорили сегодня ты никогда не поумнеешь наравне с теми с кем поравнялся ты всегда будешь хуже чем но учиться это тебя заставит оно никогда не пройдет в этом смысле я здесь Юля сильно согласна что она научиться ставит да а ты от этого не получишь удовлетворения никак ты вообще не заметишь что ты как-то спрогрессировал ну смотрите когда ты учишься когда ты учишься вот и вот когда ты учишься ты же делаешь какие-то выводы ну сейчас речь идет типа что-то произошло ты чему-то научился а какие выводы ты сделал ты себе сделал какие-то правила правила это ограничения вообще когда мы говорим снять ограничения найти ограничения которые у вас предубеждения и ограничения но с этим вообще надо быть аккуратным какие-то у нас предубеждения и правила наложены на нас культуры какими-то устоями семейными традициями и так далее можно вообще в революцию уйти капитально с другой стороны мы же не говорим мы же не говорим о том что мы должны резко взять и изменить все наши убеждения мы можем их осмыслить мы можем их принять мы можем изменить просто звучание как оно звучит ну условно там да я там тупой я буду тупее всех я никогда не выучусь или там чтобы мне выучить вот это мне нужно то-то 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 и простроить себе такой план и ты реально это освоишь и убеждение твое превратится из ограничивающего в очень классное которое тебе поможет даже так вот да ребят поинт основной есть что ну скажем так были произведены достаточно обширные исследования и реально выяснилось что убеждения их скажем так убрать из человека уже нельзя то есть убеждение если оно появилось в какой-то момент а оно появляется и закрепляется потому что это тебе помогло когда-то оно остается без разрушения до психики ты убеждения никак из себя не вынешь ты можешь только действительно пересмотреть его контекст или добавить себе для нового контекста какое-то новое убеждение Юль сильно не согласен вообще не согласен то есть некоторое убеждение что там земля плоская земля круглая оно из человека может вылететь ну на основе наблюдения за реальными фактами ну подожди пять секунд земля плоская вот когда это находится в условном там ста метрах вокруг меня это мне помогает потому что если бы у меня в этой доступности земля была круглая я бы не смогла вообще ничего построить я бы и ровно стоять то бы не смогла да но учитывая что человек набирается знаний смотрит а то как выглядит с другой стороны point of view as christian say можем убедиться что земля круглая у тебя два убеждения в каком-то контексте то есть на каком-то расстоянии земля плоская но если например подняться на самолете туда она круглая да а после этого ты думаешь как часто мне вообще пригождается что земля круглая это всегда почти всегда ну в смысле это может быть это может быть но как тем и групп и люди вы можете использовать что земля и и еще это не the limiting factor as I see really it's very difficult to now for me to find the example except like space shuttle why I need to know that the earth is not flat but maybe if you want to predict some situation about if you're a developer and I'm giving you a task and you have no bloody idea I'm sorry for the word bloody when you will close it because you don't know is it even doable at that point you know that's the limiting factor so start from the complexities of IT developer they are not earth is flat who cares about earth you know our job in IT no there is no more complex one yeah we have a lot of thoughts in mind I think I would have a lot of thoughts in mind I think it's a lot of what I think about what I think about the meaning of our meetup is not in the how can we get rid of these ограничивающие убеждения but in the first of all to be noticed as I was also told about this that really just просто заметить их в себе и попробовать проанализировать их. Какие из этих ограничивающих убеждений помогают нам, а какие как раз стопорят наше развитие. И, наверное, если после сегодняшнего митапа у вас появляются мысли о том, что действительно есть какие-то ограничивающие убеждения, которые вам не помогают, а лишь ухудшают ситуацию, тогда действительно есть, наверное, смысл задуматься об этом. И это, наверное, было бы наше самое величайшее достижение, если бы у вас после сегодняшнего звонка действительно были мысли о том, что действительно пора об этом задуматься. Кто-то, может быть, еще также хотел поделиться своими мыслями, или мы уже будем на сегодняшний день заканчивать? Мне очень сильно понравился пример со случайным человеком, или как самозванец, да? Мне бы кто-нибудь об этой проблеме рассказал, были так 15 назад, когда я эти вещи переживал, чтобы я понимал, что это распространенное явление, и что это оно и есть. Да, действительно. Мы, кстати, как уже Ира подмечала, мы рассматривали, насколько я помню, этот синдром, и, я думаю, подвержены ему вообще абсолютно каждый, каждый второй самозванец. Ну, я думаю, на примере себя могу также поделиться, что до того, как я узнала об этом, тоже действительно, я думаю, отчасти было тяжело, потому что все мы, так сказать, имеем импостер синдром. Thanks, girls. Really, case one, case two, case. I don't know, you really hit the topic. Thank you, Christian. Я думаю, тогда будем заканчивать на сегодня. Спасибо большое всем, кто пришел, кто участвовал в дискуссии, ну и всем, кто, опять же, задумается, возможно, о ограничивающих убеждениях сегодня или завтра. Вот. Тогда будем заканчивать. Если у вас также есть какие-то вопросы, либо вы хотите просто поделиться своим мнением дополнительно, вы можете также в канале announcement поделиться своим мнением о сегодняшнем метапе. Мы будем очень рады почитать о вашем мнении. Вот. Тогда всем спасибо и всем приятного вечера. Спасибо. Спасибо большое. Всем пока. Спасибо большое. Всем пока. Всем пока. Всем пока.